Меня зовут Влад, вы наставили 12. Итак, мы сегодня поговорим о том, что такое клопы, как с ними бороться и был ли у меня опыт, опыт работы с такими квартирами. Я могу вам так сказать, что по атмосфере, когда ты заходишь в квартиру, ты сразу чувствуешь, что с ней не так. И когда вы были когда-нибудь в квартирах, где находятся клопы, сразу есть ощущение брезгливости. Первое. Почему оно так возникает? Ну, потому что есть некие следы на стенах, есть следы на потолке, на полу, значит, и, значит, все достаточно пыльно и грязно. Значит, мы сегодня поговорим о том, что нужно сделать для того, чтобы минимизировать клопов тараканов в своей квартире. Вот. У нас были случаи, когда мы делали ремонт в квартирах и заносили этих клопов тараканов себе домой. В таком случае это были большие издержки для мастеров. Поэтому многие мастера на рынке не идут ремонтировать такие квартиры, потому что это большой ущерб может составить им в дальнейшем. Итак, что же все-таки нужно сделать для того, чтобы минимизировать приход клопов в вашу квартиру? Первое. Значит, нужно избавиться от возможности их проникновения с других квартир. Значит, если мы берем потолок, это нужно заделать все щели, все дыры, все заделать. Если мы говорим о стенах, соответственно, это нужно снять все обои старые, значит, отштукатурить, отшпаклевать, чтобы никаких щелей не было, чтобы там не было спрятанных живых существ, чтобы они не отложили личинки. И что касаемо пола, мы сделали вывод, что в основном обитатели эти любят деревянные полы. То есть, если у вас деревянные лаги, их нужно вскрыть, залить бетон и после этого уже герметизировать все примыкания. В таком случае необходимо вам выкинуть всю мебель и после этого вы можете провести дезинфекцию. Также необходимо, если у вас есть связь между соседями через подрозетники, загидроизолировать ее, поставить подрозетник новый, сделать пенной изоляцию, гидроизоляцию и защитить, то есть, закрыть полностью вход. Также необходимо сделать маленькие сеточки на вентиляцию. Вот, в целом, в целом, такие рекомендации существуют. Потом, после того, как вы зальете или заштукатурите и сделаете потолки, по ощущению, в комнате вы, конечно, сразу почувствуете другую энергетику. Клопы не любят цемент, не любят бетон, не любят много аппаратуры. То есть, они не любят электрические импульсы. Вот, поэтому, для того, чтобы избежать возможности возникновения у вас этих животных, нужно, соответственно, делать ремонт с умом. Просто многие, я заходил в такие квартиры, думаю, что сейчас мы тут сделаем дезинфекцию, проведем и они исчезнут. Ну, как показывает практика, таких дезинфекций нужно проводить три раза в год, вот, на постоянке. При этом запах там просто, ну, величайший, ну, неприятный. Я, кстати, по запаху сразу могу определить, была ли здесь дезинфекция. Ну, наверное, это просто может каждый, да, но я там могу определить, там месяц назад была она или нет. Потому что через дезинфекцию пахнут обои, пахнут стены. Ну, то есть, там, в этой квартире, ну, вообще неприятно находиться. Поэтому дезинфекторы, дезинфекторы, они, конечно, предлагают вам делать дезинфекцию три раза в год, потому что они понимают, ну, я надеюсь, что они понимают, что вы никак не выведите их, а будете постоянно просто стравливать их в другую квартиру. Это их бизнес, и поэтому они вам рекомендуют делать так. Мой же бизнес – делать ремонт, но ремонт с умом. Поэтому, что вам выгоднее? Каждый день переживать, что к вам придет клоп или таракан, и будет кусать вас и детей, или все-таки сделать ремонт и уже не ждать их никогда. Вот. Мы сейчас последний проект сделали квартиру. Мы там даже не делали дезинфекцию, потому что, когда мы там демонтировали все, вывезли все, залили пол, заштукатурили, в общем, все загидроизолировали, закрыли вытяжки, то в течение трех месяцев, когда мы делали ремонт, мы никакого, никакое существо не увидели живое. Вот. То есть все они разбежались, все убежали. Все примыкания мы сейчас делали. Мы сделали кварц-винил, сделали плинтуса. Вот. В течение четырех месяцев уже никого нет. Ощущение квартиры, я ее выкладывал в сторисы, ну, то есть в шорсы. Ну, вы там, она набирает максимально лайков. То есть квартира там максимально эконома класса. Вот. Ну, в целом достаточно красивая. Итак, если вы хотите избавиться от клопов, то делайте ремонт так, чтобы к вам никто не проникал. И так, чтобы у вас не было возможности жить им и прятаться, пока вы можете за ними наблюдать. А ночью они будут просто выползать. Поэтому вот рекомендации такие. Будьте бдительны, храните себя.